Уже больше двух недель Славянский район живет в условиях чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день остаются в воде три населенных пункта – Станица Анастасиевская, Петровская и Славянск-на-Кубани. Работы по откачке воды продолжаются. В Славянском районе остаются потопленными 39 придомовых территорий, из них 21 в городе. Воду удалось откачать практически из всех пострадавших домовладений. Из 327 домов на сегодня вода осталась только в 9. На самых сложных участках побывали глава района Роман Синеговский и глава города Александр Берсенев. Это район улиц Пушкина и Рыночной, Фурманово и Краснодарской. Работы по откачке воды продолжаются в круглосуточном режиме. Пожарные машины у нас прежде всего освобождали наши озера, для того чтобы была возможность нашим ливневым канализациям сбрасывать воду, а не было подпора. Ну и соответственно откачивали от домовладений. Сейчас мы находимся на микрорайоне Южном, где также проходит откачка воды. На сегодняшний день основные проблемные территории – это улица Фурманово, Краснодарская, Троицкая. Тот район, где мы плеса еще откачиваем уже в течение трех суток. Воду невозможно выбросить без двойной перекачки. Поэтому у нас два механизма, два агрегата стоит на озере Пушкино и соответственно на озере Кубанском. На сегодняшний день сложной остается обстановка и на улицах набережной полковой Щерса. Глава района выехал по обращениям славянцев, которые живут в этом районе. Воду с затопленных территорий откачивают мотопомпами и осенизаторскими машинами. Больше всего пострадали дома, которые находятся ниже уровня дорог и ливневок. При любых осадках им грозит подтопление. И здесь, конечно, побеспокоиться о сохранности своего имущества могут сами жители, сделав на своем участке систему водоотведения, которая позволит избежать подтопления дома. К тому же, зная, что территория находится в зоне риска, лучше заблаговременно приобрести водооткачивающую технику, что позволит в случае чрезвычайной ситуации, как сейчас, обойтись минимальными потерями и сохранить свое имущество.